Привет, с вами Велосоком. Не так давно делал анбоксинг посылки из китайского магазина. Я поназаказывал всякого разного интересного, обещал даже сделать обзор, но на поверку это все оказалось откровенным барахлом. Ничего не работает, вот этот картонный проектор светит вот таким вот маленьким экранчиком, в полной темноте смысла в нем никакого нету. Получается, не все китайские магазины одинаково полезны. Но, как оказалось, тема китайских магазинов интересна интернету, потому что и экономить здорово, ну и кризис какой-то, да, витает над нами. И если набить скиллы и руку, то можно действительно заказывать дешево и качественно. И вы знаете, был один китайский магазин, о котором многие знали, JD.com, это что-то вроде Alibaba, но он был исключительно китайском. Они вообще китайцы такие, сначала все на китайском, потом бам, и начинается локализация. Так вот они выходят на российский рынок, прислали мне письмо, Валентин, мы вас любим, уважаем, ла-ла-ла, давайте вы сделаете обзор чего-нибудь. Я говорю, ну что-нибудь засылайте. И не ожидал, оно вот прилетело ко мне в этой коробке, и самое забавное во всех этих китайских историях, что я не знаю, что там внутри. И мы сейчас с вами выясним это вместе. Поехали. Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru «Хрупкий груз не ронять, перемещать с осторожностью». Очень приятная надпись. И в руках у меня премия, которая называется «Лайк за техноблог Вилсаком». Получил я ее на Витфесте и с ее помощью открываю эту упаковку. Мне кажется, это символично. Спасибо всем, кто голосовал за меня, это очень приятно. И я стараюсь делать интересные ролики и злободневные. Именно поэтому китайский вот этот весь, собственно, да, кайф, он... Нет, наверное, мне все-таки понадобится ножик, который не такой классный, как премия. Но без него открыть эту запакованную упаковку, которую с любовью. Я чувствую, вот когда столько скотча, это значит, люди с любовью делали. Приятно, приятно. Но, тем не менее, блин, как ее открыть? А может быть, знаете, еще второй мысль, смысл вот этой истории? Когда так запакована, возможно, что ее уже на почте России открыли. И все, собственно, содержимое. Хотя нет, там что-то внутри есть. Но не факт, что то, что мне должны были прислать. Вообще какие-то надписи. Вообще коробка какая-то странная, если честно. А внутри находится не менее странная вот такая вот штука. Гадаем, что это. Фантастическая упаковка. Мне кажется, максимальный сейф, если проткнуть ее насквозь. Ничего не случится страшного. Блин, страшно, я могу себе палец нафиг отрезать. Передаем привет тому, кто вот это сделал. Я фиг знает, как это вскрыть, чтобы не убиться нахрен. Знаете, самое страшное изобретение сатаны? Отгадайтесь одного раза. Я вам скажу, это гребаный блистер, который вообще открыть, не оторвав себе какую-нибудь часть тела, невозможно. Один раз я открывал рации от Моторола. Знаете, похоже на фильм ужасов вот так вот, если по-хорошему. Знаете, в чужом было что-то подобное. Оттуда должен вылупиться, мать его, хищник какой-нибудь. Опа, ну это что-то типа, наверное, ZTE Blade S6. А, я так увидел на MVC, мы с вами увидели его. И это было очень забавно в силу того, что я вам сейчас скажу почему. Я коробочку открыл, чтобы проверить свои, скажем так, предположения. И iPhone положил не просто так, смотрите. Этот телефон, который я видел на MVC, он реально очень похож на... Бумажечки. Что тут за бумажечки? Как их снять? Во. Он очень похож на iPhone. А? Ну, как сказать, не очень похож, наверное. Кто-то скажет, да ты совсем уже упоролся велсаком. Ты же как бы глаза разуй. Ну, в общем, мне кажется, концептуально близок, да? Как вы считаете? И смотрите, что в нем здорово. В нем есть вот такая бумажка, на которой написано, что внутри. Моя любимая бумажка на смартфонах под управлением Android. 13-мегапиксельная задняя камера, 5-мегапиксельная фронтальная, 5-дюймовый экран, Smart Sense, вот эти всякие жесты. Две сим-карты, поддерживает LTE и так себе Qualcomm. Ну, правда, на Android 5.0. Блин, интересно, работает он уже или можно с ним сделать? Та-дынь, работает. О, экран, кстати, неплохой. Слушайте, экран неплохой. Вообще не стыдный. Что тут еще интересного внутри есть? О, белые провода. Класс. Даже скрепка есть. Скрепка, как в айфоне, для того, чтобы открыть. Я так понимаю, за счет того, что у него монолитный корпус, но это пластик. Это пластик, но крышка не снимается. Две сим-карты. Ну, да. Наверное, обзор подобного устройства. Здравствуй, ZTE-шечка. Делать нет никакого смысла. Но сам факт прикольный. Да что ж такое? Как это открывается? Зачем сделать с этой стороны штучечку? А, ой. Стыдно сейчас было. Ну и зарядка тоже очень приятная. Ва-а-а! И даже на русском... Нифига, он сразу на русском языке. Ну что ж. Android 5.0. Бам-бам. Работает шустро. Прикольно. Прикольно. И я узнал у ребят из JD.com, зачем мне прилетел этот смартфон. Оказывается, что к запуску в России они их разыгрывают. Вернее, даже так. Они разыгрывают какую-то версию себя в группе ВКонтакте. Ссылку я оставлю, потому что я добрый. А к промо они продают вот эти штучечки не по 300 долларов, а по 200. И, наверное, кому-то это будет очень хорошее предложение. Мне кажется, это здорово. Ну а поскольку мне подобный аппарат не нужен, спасибо, конечно, ребятам, что выбрали именно его, я его разыграю. Я его разыграю. Вообще, сделаю это максимально просто. Все, что нужно сделать, это подписаться на канал, лайкнуть видео, репостнуть один пост у себя в сети или ретвитнуть, короче, где вам удобно, в Твиттере, во ВКонтакте. И вы сможете выиграть вот этот ZTE замечательный, который я раздербанил прямо на ваших глазах. Ну, на самом деле, тенденция прихода вот этих китайских магазинов, мне кажется, более чем позитивной, потому что это конкуренция внутри непосредственно рынка. И Alibaba, и GD, и все остальные большие и крупные. И, само собой, нашу вот эту вот розницу может немножечко это все, ну, как сказать, расшугать, расшебуршить, назовем это так. Потому что, ну, ценники на смартфоны сейчас просто космические, да, по 40-50 тысяч брать флагманы, да даже и не флагманы, это дорого. А вот такая штучечка за 10 тысяч рублей, вы знаете, мое отношение к Android, но вот 5.0, дизайн а-ля iPhone 6, ну, да, похож, но при этом самобытный, да, не стали как Lenovo делать вот эти жуткие полосы, или кто там Huawei еще развлекается. И, ну, смотрится здорово, смотрите, какой у него здесь экран. То есть, блин, не знаю, хочется сказать о нем что-нибудь плохое, но телефон за свои деньги. Вообще, мне сейчас стало сложно поливать откровенно грязью подобное устройство, потому что по соотношению цена-качество, наверное, сложно найти что-то более выгодное или интересное на рынке. Вот какая-то такая у меня мысль, не буду долго распинаться. Участвуйте в конкурсе и будьте молодцами, а на подходе новые интересные видео, в том числе еду на E3 2015, буду рассказывать вам о всем, что там происходит, что покажет Sony, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft, Nvidia и вообще все-все-все. С вами был Иосоком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на Twitter, Instagram. Пока!